Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 964. События дня. Икклесиас 12.13.14. Выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай. Потому что в этом все для человека. Ибо всякое дело Бог приведет на суд. И все тайное, хорошо ли оно или худо. Ну вот, о помощи просили дать карту. И Сбербанк еще, это умерла Анастасия Валерьевна Дробот. Четверо детей осталось, неблагополучно с мужем. Ну, стали спрашивать, как помочь. Вот здесь данные. Так и буду все время публиковать пока. Виктор Савченко. Мир вам. Сегодня Иоанну увезли в роддом. Просим помолиться. Я отвечаю, принято. Виктор. Спаси Христос за молитву. Иоанна родила мальчика около двух часов дня. По местному времени. То есть, по Франции. 6 августа. Все благополучно. Благополучно. Тут сразу два заявления. Объявления или две просьбы. Крущина Анна тоже в роддом увезли. Така сообщений никаких нет. Вот события, какие вчера. Приехала глава администрации Корченского сельсовета. Приседателем или как назвать правильно. Трушакова Людмила Алексеевна. Ее привез Кирилл. Устинов там живет. В Корчене. Ну, позвонили заранее уже. У нас остановилось. Я по деревне проехал. Сказал, какие вопросы к ней. Мы непосредственно как относимся к ним. Ну, пришли. Остальные-то на работе были. Два пенсионера пришли. Серафима Гавриловна и Нянила Александровна. Глушкова. А все там дрова складывали. Елена там. При усадебном участке около школы. Там святы еще-то были. Пропалывала. Батюшка тоже с этой жужжалкой траву косится. Я ее не признаю. Много лишнего делают с ней. С этой жужжалкой. Ну, вот так. Посмотрели. В храм зашли. Ну, посмотрели, что возле школы есть. В школу зашли. Елена Барабаш завела ее. Туда поглядели. Ну, а потом дали знать. Долго они беседовали. Хорошо знакомые оказались. Серафимой Гавриловной Плотниковой. Ну, и все это фотографировал Сережа. А Володя записывал. Это будет. Долго ходили. Мы потом поехали там, где был лагерь, музей. Все показать. Потому что ее вызывает прокурор. Настраивает на то, чтобы строение все снести. Не настраивает. Требует. Требования. Требования. Ну, она все посмотрела, что на навозной куче стоят там развалюшки. Кого? Ну, это ни один человек не понимает. Ну, развалил. Дальше что? Сделал. Успокоился. Лег спать. Аппетит появится у человека. Если он сделает злодейство такое. Нет. Под какой-то пункт подогнать, чтобы. Да под любой пункт можем. Как говорят, телеграфный столб. Ага. Связь за границей. Опрокинул чашечки-то, выпил. И теперь стоишь ты тут. Ну, это насмешка над телеграфным столбом. Так и это. Захватили что-то с землю. А земли здесь. Сколько ты хочешь. А это рядом. Там прям чуть-чуть подальше маленько. Ну, прям вплотную. Футбольное поле, волейбол. Играет. И дождь. Есть, где скрыться. Нет, не надо. Не надо. Им нельзя. Это простые люди. У них все надо отбирать, разваливать и все. Еще бы лучше, если бы это место стало опять пустым. Куда-то все уехали. Все снова сгорело. Как потеряевка исчезла в 1972 году. Ну, прямо видно. На уничтожение все ведут. На уничтожение. И от власти. И это же уничтожение. Вот от власти. Это мы долго смотрели. Все объехали. На костер она была. Даже на голубятие со мной залезла. Молодец такая. Повторяю, что это Корщинский сельсовет. Мамотовский район. Алтайский край. Ну, и местный прокурор тут все давит и давит. Чтобы уничтожить, уничтожить. Как будто другого не знает и не умеет. И странно так. Для всех. В какой организации не были ЛДПР. Там другие. Все говорят, а зачем ему это надо? На навозной куче. Навоз мы разровняли. И на ней стоит там. А там вместе с окрестностью тут показали 9 соток. А там 5 соток. Больше нету. Ну, да какие там сотки. Навозная куча. Кроме крапивы. Никогда ни конопли. Ничего не росло. Ну, вот так. Вырос человек. Был маленький. Ничего не делал. Только так можно понимать. И вдруг. Вот дают малепусенькую власть. А это и власть как раз на уничтожение. И он тут проявляет себя. Ну, и конец будет. Последний вздох. Бог перекривит лицо. И на том уже суде Божьем человек окажется. Мы молим, чтобы Бог помиловал злодеев всех. Ибо злодеи злодействуют злодейские. Порох Исаия говорит. Чтобы Бог помиловал, обратил их. Чтобы учили сделать добро. А только одно. Все воруют везде. Все растаскивают. Везде требуют. Сегодня выставили ролик. Показали Пархоменко Константин. Священник так называется. И он доказывает, что в Ветхом Завете все написано. Это легенды составляли под ассирийским гнетом. Ну, видно, человек неверующий совершенно. Неверующий. Живет в достатке. Видно, что не молится. Я первый раз только увидел. Минуту не прослушал. Говорю, безбожник. А теперь совсем он вылез. Как говорится, с рогами и с копытами. Весь. Вот это везде. Это православие. Полностью все отрицает. Написано в Библии. Когда все Писание Бога духовновенно, Павел говорит. А Писанием в то время, только кроме Ветхого Завета, не было. Все. Господь ссылается и говорит об этом. Исследуйте Писание. Не то, что ссылаться. Какие-то ученые. Какие. Никого не называют. Они сказали. Это легенды. Сидели, придумали. Кто писал. Кто автор. То есть, ну, явно видно стоит. Нечистая сила, облаченная в священничество Скуриз. Это православие, московская патриархия. Вот точно так же, как мирские люди делают. Никакой святости нет. Но его тут клеймят со всех сторон. И каким только именем называют. Я могу его даже показать. Это такое редко встретишь. Ну, как-то еще может быть. Ну, не настолько же это. Сейчас я найду где-то тут. Виктор Савченко. Изучение Библии, кажется, здесь что-то есть. Вот так. Ну, тут ругательство, тут особо похвал. Человек родился. Библейская история. Вот, нашел. Изучение в скайпе. Новая библейская история. Новая Константинова. Ну, там что-то как-то затрагивали. Канал РПЦ. Называется «Все ереси». Доброе утро. Алло. Называется «Все ереси». Именно об этом. Вот его голос можно услышать. Протоиерей. Легенда, сказки, мифи, Библия. Все эти библейские ужастики. Вот он стоит, говорит. Совершенный безбожник. Сто процентов. Марксист Блеватин Пархатенко. Вот ответ какой. Дальше. Такое вот юросою. Вы далеко не во Христе. Спасибо, Господи, от таких преподавателей в кавычках. Что-то преподает. Начал самолюционировать. У него уже появились рога и копыта с явным воспалением мозга. «Откуда взялся Ирод вместе со своими книжками? Язык твой еще повернулся такое нести совсем. А католичился и людям трепешь, не знаю, чего сгинь, с храма Божьего, с сатанюга». Это ему ответы такие. Я думал, что это волку вещи шкурит, как большинство из них. А оказался редким потомком обезьяны в рясе. Ну и вот такое вот это. Евреи и Иудеи. Да евреи, разве это пойдет? Остается за Господом. Ну и вот так вот можете увидеть. Вот оно как называется. 2017 год. Новая библейская история от отца Константина. Ну и проще поглядеть. Вот интересно, как Господь указывает. Первый раз я услышал, как он там против канонов. Там против же развода. Сейчас там 12 причин можно развестись. И ни на что не смотрят. Ни канона, ничего. Ну видишь, какой справный, сытный. И все как надо. И будет последний вздох. Вот лампадки повесил, все это. Весь у него, вот, вот, здесь и иконы есть. И все против идет. И спроси тех, кто все это, вот, иконы на них изображал. Они так же, как ты верил. Ты-то никакого отношения не имеешь к их вере-то. А это замануть, замануха. Страшное дело. А в другом месте показали, что тут есть. Тут же. Вот. Где-то тут еще рядом. Внизу. Это дискотека. Нет. Что-то тут не так. Не знаю. То ли вот это вот, то ли нет. Нет, это все. То другое, конечно. Ну, так. Там еще что дальше? Дискотека прямо, ну, на сцене. Православная. И ставят. И все такое. Все, то есть. А разложение полное. Долго они не продержатся. А-то это привлечь людей. Привлечь. Куда привлечь? Свечки покупать. Деньги. Бизнес. Ни перед чем не останавливаться. Вот. Это никакая не апостасия, ничего. Просто. Ну, Сатана правит бал. Все, Писание Бога Духновенно. Куда они от этого денутся? И Христос говорит, Как считаешь? Не сказал, что там не то. Автор один Бог всему Писанию. Все говорит. То есть, все, что Павел говорит, это все по боку надо бросить. Вникай в себя и в учение. Занимайся постоянно. В какое надо определять, какая-то там фигура будет стоять и определять. Вот это от Бога. В Библии вот это не от Бога. Вот надо Константину подойти, он скажет. Ну, глупости. Ну, это вот показать, что наша страница, тут я не открыл ее сегодня. В моем мире. Вот. Ленточный форум. Православный форум. И вот наш православный библейский сайт. Видеоканал. Видеоканал. Большой видеоканал. Очень. И вот тут сегодня выставил, сколько семикратно в день прославляю тебя. Вот так. События дня. Вчера 660. Посмотрели. Удивительно. Что? Обычно там меньше. 700. Какие выводы нужно делать из разных ситуаций. Побольше, маленько. Ну, небольшое посещаемость. Тут что-то не верить пропаганде, одарование здоровья за деньги. 906. Это за день. Ну, для нас это как раз это постоянная клиентура. Приходит. Ну, и во свете Библии православный библейский сайт. Вот. Что здесь? Все здесь есть. Много ответов. Значит, это на книги. Вечером вчера интересно так было. Я приехал в город отправить. Там для болящих набрали гороху. Варенье Володя поставил. В два ведерка. Варенье, ну, в банках. Самородина белая такая и красная. Бобы немножко. Горох. Главное, больше нарвали. Все заканчивается уже. А помидорами нынче трудно. Ну, я отвез все. И пока разговаривали с Леной, это стоим на улице с барабаш. И в это время гляжу, двое едут в сторону старых колхозных садов. Я увидел это Людмила, есть дочерь у своей Василисы. Я говорю, а там нынче малины? Как? Много малины? Я говорю, много. Ну, я тогда поеду туда. То есть, мы ее соблазнили на молитву. На малину. А такое дело, то у меня уже свой план созрел. Я скорее на велосипед домой. Кто работает, всех собрали. Виталий прихватим четвером. Сергей, так собак можно взять. Сергей собак взял двоих. И мы на машине в машине тоже в сады. Ну, а с другой стороны, пока ехали в Устиновые два-четыре человека, подцепили в машину Степа, а они не подошли вплотную, так что не встретились. Вчера больше десяти человек одновременно. На малине были малины много. И когда обратно приехали, ну, Лена там осталась, берет одна. Одна. Я говорю, заедем к барабашам, засняли, показала, ставьте ведра. Игорь, тут. Я говорю, на малине были, жену твою там соблазнили, увезли туда. А я вам под кулаком меня отедам за мою жену соблазнили. Я говорю, на малину, на малину соблазнили, то есть ей понравилось, она поехала, то есть сдернули ее с своей домашней работы-то. Ну, надо рады и шутейно. Я говорю, давай ведро неси, он принес полное ведро. А мы четыре ведерка выстрелили. Чего первое? Ну, вот, Виталия. Ну, Виталий у тебя работает, потом малина за этот срок набранная принадлежит Барабашу. Вываливай, вывалил. Рядом мое. Ну, говорю, я к ней обращаюсь, сейчас она время тратит. Я ведерко тоже туда прокинул. Ну, немного набрали-то. Ну, и третья, на четвертый, последний уже Сергей. Я говорю, Сергей вроде не обращается зачем-то, можно маленько оставить. Э, нет, тогда остальные тогда у него вывалите. Ну, и вывалили. Полное ведро, большое получилось. Такая интересная кинокомедия. все вот такие. Ну, и Богу с нашим славах всегда.